Устойчивый рост экономики – исключение необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность предпринимателей, а также повышение доверия инвесторов. На это направлен один из первых подписанных президентом Садыром Джапаровым указ. Мы можем разделить на большие пять направлений. Это в первую очередь обеспечение верховенства закона. Второй блок – это вопросы касательно защиты собственности инвесторов и бизнеса. Это вопросы снятия излишних барьеров, это вопросы автоматизации государственных услуг и предоставления сервисных моделей взаимодействия и сервисных услуг для бизнеса. В указе даны конкретные рекомендации правительству и Генеральной прокуратуре в их числе прекратить необоснованное вмешательство правоохранительных, фискальных и контролирующих органов в деятельность субъектов предпринимательства, обеспечить безопасность не только деятельности инвестиционных объектов, но и имущества инвесторов, а за нарушение прав интересов предпринимателей привлекать должностных лиц к ответственности, в том числе уголовной. На этот указ своевременный и очень актуальный. В последнее время со стороны бизнеса, со стороны бизнес-ассоциаций предпринимателей поступало очень много жалоб в отношении действий правоохранительных органов, судебной системы, что все судебные решения выносятся не в пользу предпринимателей. Там есть четкие указания для судебной системы, для правоохранительных органов. Я думаю, если все эти пункты указов будут реализованы своевременно и быстро, я думаю, создаются очень благоприятные условия для наших предпринимателей. Еще одним важным моментом указа стало то, что правительству необходимо в течение трех месяцев разработать пакет законопроектов по декриминализации экономических преступлений и проступков, а также проект закона, который запретит применение меры пресечения по экономическим преступлениям в виде заключения под стражу в момент досудебного производства. Потому что есть действительно такие фаты, когда закрывают руководителей, как говорится, предприятий. И вот здесь как раз говорится о декриминализации экономических преступлений, о том, чтобы инвесторы, не только иностранные инвесторы, наши отечественные инвесторы чувствовали себя спокойно, что да, можно инвестировать в Кыргызскую республику, ты не потеряешь эти деньги. Подписанный президентом указ демонстрирует приверженность государства развитию экономики защиты и поддержки бизнеса, говорит бизнес-омбудсмен. Сейчас как раз тот момент, когда этот указ необходим в стране в связи с экономическим кризисом и пандемией. Многие измеры неоднократно были озвучены бизнес-сообществом на разных площадках, включая упрощение налогового администрирования и обеспечение безопасности деятельность инвестобъектов. Это мощный сигнал политической воли президента для улучшения ситуации. Бизнес сейчас нуждается в поддержке. Указ о защите собственности, поддержке предпринимателей и инвесторов нацелен на достижение стабильности в экономике. Сейчас важно достичь устойчивости, чтобы отечественная экономика стала не только динамично развивающейся, но и полностью защищенной.